В этом году в Приволжском федеральном округе запустили новый туристический проект «Великий Волжский путь», в который вошли пять регионов, в том числе Ульяновская область. Участвуют также Самара, Татарстан, Чувашия, Марий Эл. Соглашение руководителей регионов подписали в июне на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. В присутствии заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко. Наша страна самая большая, самая красивая, точно превосходящая по всем параметрам, все мировые курсы, в любых климатических областях, от партии до субтропиков. Осталось только за мной создать достойные условия для того, чтобы наши улицы могли отдыхать у нас. Один из приоритетов проекта – восстановление системы речных пассажирских перевозок по Волге. Об этом Алексей Русский говорил и во время своей прямой линии в прошлом году. Великий Волжский путь объединит маршрутами туристические центры по Волжье, а отдыхающие смогут насладиться круизными путешествиями, интересными экскурсиями, велопешеходными маршрутами вдоль Волги. Очень бы хотелось оживить вообще Волгу как транспортную артерию и как зону для прогулок. К сожалению, у нас это на сегодняшний день очень слабо развито. Есть идеи создания транспортных маршрутов по Волге, Казань, Ульяновск, Самара. Если нам это удастся сделать, конечно, довольно-таки серьезный толчок для развития региона в целом. Также глава региона выдвинул ряд инициатив на круглом столе Комитета Госдумы по туризму. Касаются предложения развития речного туризма в Поволжье. Чтобы ускорить реализацию проекта «Великий Волжский путь», нужна помощь федерального центра. Давайте подумаем о разработке запора, в котором мы прописывали механизмы, знам необходимые механизмы по приобретению как речного транспорта, так и строительства портовой. Председатель Комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев предложил включить Ульяновскую область в состав рабочей группы по разработке законопроекта о речном туризме. Вопросы туризма поднимуты на прямой линии, которая пройдет 16 сентября. Оставить свой вопрос легко по телефону службы 122 на платформе Госуслуги «Решаем вместе» на сайте губернатора и правительства, а также на страницах в соцсетях общественной палаты.